Это организация работы с молодежью, вовлечение граждан в деятельность по развитию гражданского, массового и парового спорта, проведение мероприятий, акций по развитию физической культуры и спорта. Для награждения на сцену приглашается член общественной палаты Московской области Стогов Олег Николаевич. Добрый день, уважаемые земляки. Мне очень приятно, как член общественной палаты Московской области, как председатель общественной палаты нашего Раймонского района, как члену Совета по присуждению премии, приветствовать вас на этом торжественном мероприятии. Вот уже 4 года идет эта премия. Действительно, почти 100 тысяч человек, которые подали заявки, 100 тысяч проектов. Человек, конечно, гораздо больше. Каждый раз, когда мы с Советом по присуждению премии собираемся, выезжаем на территорию, смотрим, мне всегда приятно, когда я приезжаю из других муниципалитетов и смотрю те проекты, которые у нас в Раймонском поданы. И понимая, что это уже у нас в Раймонском было сделано, а, например, в Балашихе только начинают делать. Это еще там с 90-х годов, вот Нина Михайловна говорила, это делается уже. И искренне радуюсь, когда наши достойные проекты занимают призовые места. Одна премия закончилась, следующая премия уже на подходе. Я желаю вам удачи, я желаю вам не опускать руки, если что-то не получилось в этот раз. Приходите в общественную палату, поможем вам с реализацией ваших проектов для того, чтобы наше Подмосковье, наша Раймонская земля становилась года лучше. Категория объединения от 51 до 100 человек. Автор проекта. Хаус Алексей Николаевич. Название проекта. Союз боевого спорта Московской области. Описание проекта. Союз боевого спорта Московской области. Общественное молодежно-спортивно-патриотическое движение, созданное в январе 2011 года. Категория инициатива от 1 до 15 человек. Название проекта. Жить. Ветераны выбирают активный образ жизни. Описание проекта. В 2012 году первичная ветеранская организация центральной части из города Раменска, Советы ветеранов Раменска, муниципального района, организовала клуб любителей скандинавской ходьбы ветеранов. Достигнутые успехи позволили выйти сараньки, стадиона школы и принять участие в соревнованиях в городах Санкт-Петербург, Смоленск, Мытищик, Руссо, Ленинские горки, Бронецы, Звездный городок, Бородино и другие. Главная задача организации обвинить ветеранов, пенсионеров, дать им почувствовать себя в строю, чтобы они продолжали жить полноценно, чтобы они знали, что они одиноки и незабыто. Мы приглашаем вас всех сюда, поднимайтесь. Под ваши аплодисменты. Аплодисменты не смолкают. Продолжаем вас всех оставаться здесь для дальнейшего совместного фото. Подвиньтесь, пожалуйста, немножечко назад. Вы будете приглашать следующих победителей. Автор проекта. Коротков Александр Александрович. Название проекта. The Great History of Revolution, Seventh Years, РПКБ. Описание проекта. Слет молодых специалистов аудиционной промышленности Московской области. В мероприятии приняли участие 136 правосоюзных активистов. В программу слета вошли множество различных творческих, спортивных, командообразующих конкурсов, идущих друг за другом и не дающих скучать участников. Аплодисменты. Автор проекта. Мусая Азимхаджа Азисхаджаевич. Название проекта. Танцевальный фестиваль хип-хопа и брейк-данса Open Rama Jam. Описание проекта. Проект рассчитан на привлечение к здоровому и активному образу жизни молодежи всероссийского масштаба. Проведен Равенский областной фестиваль по брейк-дансу «Снежная битва» и всероссийский чемпионат по брейк-дансу Open Rama Jam. Спасибо. 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 Категория «Команда» от 16 до 50 человек. Автор проекта. Иванов Александр Николаев. Название проекта. Семейный курс «Лёд Никоновская». Описание проекта. Семейный курс «Лёд Никоновская». Это отличная возможность провести время с семьёй, потренировать командный дух и просто отдохнуть с пользой на природе. Участники «Лёда» могут попробовать свои силы в интересных корпусах, проявить ловкость и смекалку, встретить единомышленников, сплотиться и найти верную поддержку в лице своих детей и радов. Автор проекта. Пролова Олеся Викторовна. Название проекта. Спорт для всех. Описание проекта. Создание спортивного клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из первых участников клуба, когда-то совсем падших в клубах, не видящие смысла, не понимающие, как жить дальше с инвалидностью, считающие, что для понятия спорт инвалид несовместимы. Попробуй, как заниматься спортом, болеют свои силы. И уже сейчас записаны спортивные школы и профессионально занимаются большим спортом.